Здарова всем, ребята, океан на Проводе и прямо сегодня будет просто нереально супер важное видео, посмотрите его, пожалуйста, очень внимательно, потому что прямо сегодня будет видео касаться нашего с вами стендоффа. Это видео будет касаться большей части тех людей, которые уже ушли из стендоффа. Ну что ж, дамы и господа, поехали! Ну а прямо сейчас мы проверим, кто же всё-таки ждёт обновления 0.16.0. Братан, прямо сейчас прожимай лайк и подписывайся на мой канал прямо в эту секунду, если ты ждёшь обнову. Поехали! Всем большой ещё раз приветик, сегодня будет очень важная тема, она будет касаться нашего с вами стендоффа. К сожалению, стендофф уже просто умирает, он уже хромает на одну ногу и вот ещё чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть и он будет хромат на две ноги и он просто умрёт и это будет блокстрайк В2. Я, конечно же, этого не хочу и я решил сегодня поднять эту тему. Я думаю, ни для кого не секрет, что вы сами видите цифры, которые есть у ютуберов. Сейчас ютуберы, у которых есть актив по стендоффу, реально их очень мало и если вы меня смотрите, ютуберы, да, я обращаюсь конкретно к вам, то вы должны понимать то, что это дело времени. То есть я не то, что желаю вам знать, я желаю, чтобы всё было у всех хорошо, но это просто дело времени. Если игра неинтересна, какой бы качественный контент ты не снимал, она не будет набирать просмотры. И прямо сегодня я хотел поговорить по поводу этой темы, потому что я не могу просто молчать, мне надоело. Я не могу ждать обновления по году. Ребята, это не нормально, я не знаю ни единой игры, где бы обновления выходили на сколько долго. Это тот же Brawl Stars, тот же Clash Royale, это всё конкурентость стендоффа, да, но они на три головы выше, потому что у них каждый месяц выходит какое-то мини обновление, выходит голд пасс и так далее. К стендоффе вообще ничего не выходит. За год, грубо говоря, вышел один мини пасс с наклейками. Да кому нахрен нужен этот пасс с наклейками? Это просто трындец, этот пасс уже стоит арка наклейки по 300 голды, потому что эти наклейки никому не интересны. Я очень сильно хочу узнать мнение игроков, которые ушли. Я уверен, вы смотрите, ну или хотя бы некоторая часть этих людей смотрят. Ребят, вопрос конкретно вам, из-за чего вы ушли из стендофф 2? Пожалуйста, прямо сейчас напишите в комментариях. Знаете почему? Да потому что я уверен, что 90% будут писать, что стало скучно, нету ничего интересного и нету ничего нового. Для чего же я вообще снимаю данное видео? Ребят, не с целью похайпить. Хотел бы я похайпить, я бы снял какой-то концепт про обнову. Я это видео снимаю, чтобы разработчики задумались, чтобы комьюнити задумалось. Я хочу услышать какую-то обратную связь, хочу просто с вами пообщаться, ребят. Это реально очень важное видео. Напишите ваше мнение по поводу стендоффа прямо сейчас в комментарии. Возможно, просто вы уже выросли, вам игра неинтересна или что произошло, потому что я хочу быть с вами на одной волне. По поводу моего мнения. Я такое мнение, что 0.16.0 может реабилитировать стендофф, но опять же, насколько надолго. Вот это главный вопрос. И еще самый-самый главный нюанс. А сможет ли обновление 0.16.0 вообще оправдать наши ожидания? Потому что, ребята, разработчики обещали, что это будет просто пушечное обновление. Но представьте, если это будет то же самое, как пас с наклейками или что-то такое. Просто все возьмут и уйдут из стендоффа. И я скажу даже более. Скорее всего, даже я уйду из стендоффа. Не потому что я хочу похайпить на другой игре. Потому что я не могу терпеть это неуважение к игрокам. Почему мы должны так долго ждать обновления? Мне реально как ютубер уже нечего делать на стримах. Играть в дуэли по миллион раз. Дуэли сопротив фейковых разработчиков. Или что делать? Ребят, камон. Ребята, чтобы понимали, у меня есть ВК. В ВК у меня очень много старых подписчиков, которые на меня подписались еще давно. Когда я только стал стендоффером 2 года назад. Или 3 года уже, да? Я уже не помню. Так вот, именно эти же подписчики сейчас пишут за стендофф эта помойка. И я хочу, чтобы правильно меня поняли. Я этим видео ни в коем случае не хочу похоронить стендофф. Этим видео хочу хоть что-либо попытаться донести до комьюнити стендоффа. Попытаться донести что-то до разработчиков стендоффа. Возможно, что-либо поменяется. Я снимал 2 обращения к разработчикам. Я не слышал никакой обратной связи. Да те же читеры даже, которых я отправляю комьюнити менеджеру. Но вы уж меня извините, я проверял. Спустя неделю они были не забанены. Возможно, сейчас забанены. Но целую неделю читер играл дальше, портил всем игру. Просто, ребят, я не могу. Это реально наплевательское отношение. Я хотел бы провести небольшую аналогию с игрой PUBG Mobile. Это игра, в которой регулярно выходит обновление. Которая добавляет такие обновы, что просто вам даже не снились. И если вы помните, я даже стримил PUBG Mobile. Другие ютуберы стримили PUBG Mobile. Я скажу так, это было не за спасибо. Вот что означает то, что комьюнити PUBG Mobile пытается привлечь новых игроков. И я это очень ценю. Большого вам спасибо. Я считаю, что комьюнити, например, разработчиков, не хватает немножко открытости комьюнити ютуберов. Также не хватает, не знаю, какого-то элементарного финансирования. Я не говорю, чтобы мне платить деньги. Я говорю, чтобы финансировали на турниры. Чтобы киберспорт был сейчас. Кто бы что ни говорил, киберспорта нет. Если ты киберспортсмен, у тебя нет ютуб-канала, ты никто. Ты просто ноль. Ребятки, я реально извиняюсь, что я все это говорю в такой эмоциональной форме. Просто у меня уже накипело. Я не могу все это держать в себе. Я очень сильно хочу, чтобы стенд-офф процветал. И чтобы у стенд-оффа было будущее. Но если обновления будут выходить, насколько часто. Если у нас будет так мало карт. Если у нас не будет то, что разработчики обещали. Обещали кастом на карты. Обещали. Обещали трейды. Обещали. Клиент-сервер. Обещали. Обещали. Но почему нельзя выполнить хотя бы то, что вы сказали. Я очень хочу, чтобы игра процветала. Я ни в коем случае не хочу, чтобы воспринимали это как наезд. Я отношусь к вам нереально круто. Вы большие молодцы. Игра реально достойна. Потому что я в нее играю. И миллион других игроков играют. Но я хочу, чтобы она росла только вверх, а не вниз. Господа, я не буду благословен. Я скажу только одно. Что если обновление 0.16.0 не оправдает наши с вами ожидания. Это будет просто трындец. Ну а также, ребятки, на правах рекламы я очень сильно прошу. У меня есть твич. Я его создал. Я реально хочу попробовать себя в роли твич-стримера. Да, это тяжело. Сейчас все с нуля. Я не говорю, что я забрасываю эту. Просто попробовать. Я вам разыграю 50 тысяч голды. Вам надо просто подписаться на мой твич-аккаунт. И на первом же стриме я вам разыграю голду. Ссылочки в описании. Пожалуйста. Подпишитесь. Для меня это очень-очень важно. Ну а прямо сейчас я хотел бы немножко подытожить и сказать лично свое мнение. Вы еще будете в шоке, но я реально люблю эту игру. И я считаю, что лучше, чем стендов, пока что нету аналогов на мобильный телефон. Тот же Critical Ops. Другие мобильные шутеры. Ну они реально стоят далеко от стендов. Ну посмотрите на эту боевку. Посмотрите на это количество режимов. Посмотрите на все эти Nemless Collection. На торговую площадку. Да это же шедевр. Я не побоюсь этого слова. Это шедевр. Ну блин, самое обидное, что этот шедевр стоит на одном месте. Поэтому разработчики, я очень вам благодарен за эту игру. Я очень надеюсь, что игра будет идти только вверх. Я очень надеюсь, что обновление 0.16.0 будет процветать и все будет хорошо. Ну что же, господа. Я скажу только одно. Я очень сильно надеюсь, что обновление 0.16.0 будет реально годным. Но вы, уважаемые подписчики, пожалуйста, разошлите это видео вашим друзьям. Прожмите лайк. Подпишитесь на мой канал. И напишите ваше мнение по поводу всего происходящего. С вами был ваш Кентуга. Всем удачи. Всем пока. Ссылочка в Twitch в описании.